друзья всем привет ну что решил я тут над собой немножко поиздеваться и вот перед вами коробка компании huawei конкретно здесь модель huawei psmart 2021 у меня был аппарат huawei psmart 2019 это было очень очень удачная модель знаете пользоваться таким успехом что прям можно было сравнить с компанией redmi на тот момент по моему redmi note 7 если я не ошибаюсь поправьте меня в комментариях короче был очень очень интересный аппарат очень пользуется спросом я такой думаю ну а что на данный момент как она без гуглов то на самом-то деле решил заказать поиздеваться над собой и все-таки ну рассказать свое личное мнение вам поделиться как видите у меня коробочка белого цвета кстати говоря она вообще не изменилась по сравнению с прошлыми моделями абсолютно тоже лаконичная коробка не вызывающие никаких у вас эмоций но и неплохая одновременно у нас две пломбочки которые надо перерезать у меня версия на 128 гигабайт 4 128 ярко-зеленый цвет рст-шная версия в общем-то ссылка будет в описании достался мне аппарат достаточно очень дешево где-то за 13 900 не помню 13 970 рублей короче покупал еще как сказать можно приобрести ссылки будет в описании на самое лучшее предложение там конечно же где я и брал можно приобрести сразу с подарком от компании huawei там будет по-моему можно выбор сделать но по-моему там все-таки дарят из самого интересного это фитнес-браслет опять же компании huawei или же как моем случае вы можете сэкономить не покупать но брать без подарка вернее говоря и она вам достанется конкретно конкретно дешевле с учетом того самого подарка видимо я так думаю вот так я решил поступить и поступил так скальпель студию разрезаем начинаем знакомиться с аппаратом его нахваливают естественно аппараты эти засылают блогера мне это меня это обошло стороной я сейчас не жалуюсь абсолютно аппарат дешевый чем не переживать то может быть наоборот даже лучше что мне не связанные руки но тем не менее я не собираюсь его как бы принижать каким-то способом говорить как-то о нем плохо я понимаю что здесь в галере что здесь нет google сервисов поэтому это к своего рода эксперимент на самом деле я хотел поставить над собой эксперимент мне интересно смогу ли я хоть как-то либо пользуется слушайте красивый цвет у него и что и вообще из этого выйдет стоит ли мне его рекомендовать своим подписчикам или же нет так замечаю первый сразу недостаток и наглость компании huawei с коробки то есть у нас смотрите конверт что конверте у нас крепочка проволочная обыкновенная лоток здесь кстати хорошие три симки сразу одновременно карты самки две симки и карту памяти можно поставить одновременно тут у нас гарантийный талон собственно еще какая-то бумаженция на русском и на всех нам известных языках но но на компании huawei а где мать вашу чехол то есть ваши конкуренты и дать за те же деньги абсолютно компания redmi компания та же самая realme кладет в комплект защитный чехол почему вы не кладете вы обнаглели у вас нет google сервиса вы еще не кладете чехол ну как год есть такой недостаток блин симпатичный цвет конечно глянцевый зараза ладно вот этот пакет полиэтиленовый боли ну не знаю такое себе ладно и мы что там еще дальше а стоп слушайте ну ладно претензия конечно отклоняется потому как у нас в ледить к вот это конечно да отклоняется претензия хотя такое себе я бы предпочел лучше бы чехол тот же самый силиконовый чем вот такие дешевые наушники но тем не менее это гарнитура за это спасибо так что по нулям далее аппарат у нас 5000 миллиампер час батарея огромный аккумулятор 48 мегапикселей задний основной модуль объем памяти 128 гигабайт это действительно его плюс эти деньги ну и быстрая зарядка на двадцать два с половиной ватт так характеристики вот пожалуйста можете удостовериться поставить на паузу и то есть плюс далее у нас в комплекте также присутствует type-c провод да здесь type-c аппарат у меня не засланы так что вылизывать я ему так все его не буду глубоким проникновением ну если бы меня здесь тысяч примерно десяточку баксиков заслали я был бы не против с удовольствием залез бы туда и как следует все там вычистил но как есть ладно это 40 все друзья так у нас перфорация под динамик type-c здесь микрофон и три с половиной миниджек снизу расположен это огромный плюс лично для меня сверху отверстие шумоподавления при видеозаписи при разговорах при работе диктофона по левой грани по правой вернее грани у нас расположен сканер очистка пальца он же он же кнопка включения выключение смартфона и то есть плюс качель громкости плюс-минус одной полосой выполнена в общем-то форм-фактор всеми всем нам знакомый дизайн всем нам знакомый то ли samsung то ли huawei то ли real me то ли текст текна то ли что непонятно не знаю лишь только компания redmi и пока последнее время выделяется своими необычными дизайнами за что им респект большой хотя этим же они грешили совсем недавно но тем не менее этот дизайн уже немножко приелся не знаю он не одновременно нравится одновременно надоел вам решать нравится это или не нравится абсолютно пластиковый смартфон то эти пленочки снимем слушайте пленок одна наклейка вторая наклейка до хрена всего ну ладно оторвем тут есть вот даже сбоку на на специальных ластик здесь указано вот пожалуйста что это царский платочек на 200 карты и карту памяти на хрена еще бумажку то сбоку здесь ну блин хорошо мне ногти я не стал связать ну ка ну да пластик и ужасно пачкается ужасно глянцевый пластик huawei уже все конкретно все старается хотя пока тоже глянцевый зараза но там за деньги я считаю поинтереснее аппарат но не всем же нравится пока и редми как мне да блин смотри вот вот что это такое нафига вот этот клеить сюда не могли его приклеить другое место да окей очень марки аппарат конкретно марки там три расцветки можете перейти посмотреть здесь надпись у нас huawei здесь у нас 4 модуля по модулем у нас значит 48 мегапикселей основной модуль он находится как раз таки вторым вторым рядом сверху далее у нас по 2 мегапикселя это датчик глубины и макро объектив ну и ширик у нас самый верхний модуль вот так все оформлено написано что это а и камера и сушки искусственным интеллектом и вот один светодиод у нас на фотоспышки оформление как я уже сказал всем нам знакомая ну блин как же он пачкается зараза компания huawei ну хватит уже наверно глянец этот лепить час в моде уже матовые оттенки как у допустим корпус то же самое у вас пластиковый абсолютно пластиковая не скажу что он тяжелый легкий аппарат huawei и smart 2021 галере ну и тут в принципе вот так вот можете еще просканировать снимаем пленочку дали еще одну так уже замечаю что есть плюс это приклеена завода пленка которая абсолютно не имеет олефобного покрытия на такая же паршивая как на моем пока x3 давайте его разблокируем их немножко все-таки сравним посмотрим похожи ли они на самом деле или нет здесь вот у нас опять смотрится спасибо за пленку но вам придется друзья ее снимать она паршивая она ужасная просто ладно погнали запускаем лоток сверху находится посмотреть как высоко него задрали достаточно необычно так вибрация пошла надпись huawei android ну что посмотрим что за аппарат по сборке в принципе очень хорошо плотно собран неплохо на внешний вид придираться не буду вот так придираться не буду обыкновенный дизайн ничем не выдающийся напишите в комментариях чтобы вы предпочли чтобы вас комплекте был защитный чехол как это обычно делают другие производители или же наушники как данном случае наушники обыкновенные это не внутриканальные самые дешевые так себе что настраиваю а потом наверное пожалуй мы продолжим хотя стойте абсолютно одинаково выглядят спереди посмотрите но глазок у пока x 3 под камеру все же меньше здесь пошире будет так ну и отступ у меня пока на самом деле то чехле сейчас мы сравним рамочки прям вот при вас я это дело достаем посмотрим как они смотрятся вместе во первых с тыльной стороны вот так это все выглядит слушайте да пока слегка покороче по высоте далее по ширине чего по ширине тоже он меньше но это прямо лопата получается слушайте чё next 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 так ладно хрен с тобой ладно продолжим да заткнись ты там так а ну вот так они выглядят да достаточно толстые толстые достаточно два толстых аппарата посмотрите как они одинаковы практически такое же расположение у нас сканер отпечатков пальцев такая же качель громкости ну блин одни и те же болванки на самом деле только пока их отличается действительно своим таким вот необычным дизайном что вам лучше подходит что он больше нравится пишите в комментариях я не знаю мне этот этот нравится ну все же я наверно предпочел бы скорее всего пока x 3 так ну и по рамочке по рамочке слушайте ну рамочки достойные очень достойный отступ посмотрите прямо одинаково с пока да ну хотя хотя на пока мне кажется чуть чуть потоньше все же потоньше а вот боковые рамки я бы даже сказал что на пока пошире так что молодцы компания huawei вот вообще класс абсолютно безрамочный дисплей ладно сейчас что-то с этим надо решать пока на паузу но вот первый косяк компания huawei конкретно в этом аппарате двухполосный вай фай не поддерживается 2 герца 5 герц нету где 5 гигагерц где ну что аппарат я активировал вернее его настроил перед вами рабочий стол что могу сказать первое ощущение мои хороший дисплей достаточно большой по яркости но не знаю где-то примерно сопоставим с пока x3 разве что но пока может быть процентов на 10 может быть даже где-то но поярче не так кажется смотрите в чем дело вот у нас динамик разговорные на пока вот так он выглядит вот так вот выглядит на huawei очень схожие аппараты боли ну так вот спереди смотрю с вертальной стороны но блин до чего же они похожи разве что здесь глазок поменьше вырез отверстия под камеру здесь пошире отступы такие до чего все стало похоже снизу тоже самое примерно очень схожи все перфорация type-c такое же расположение отверстий миниджек в общем-то я к чему всего все ведут то что действительно хороший качественный а без дисплей большой для потребления контента ничего так но касаемо кстати процессор я не высказался то что здесь установлен кирин 710 как это по моему эй все спеки будет посылки пса не приходите как и цена я вам напоминаю это двухгодичный двухгодичный вдумайтесь чип который они уже ставят уже честно говорят задолбали этим чипом но что им еще делать у них санкции янки на полную катушку грузит не знаю что там будет с байденом думаю ситуация не поменяется кардинально так будет продолжаться но как есть так и говорю старый процессор игрушки потянет естественно тяжелые игры вроде бы как здесь нету call duty моей любимой игры никакой не установить ну потянет до на средних настройках может быть на низких настройках точно и на всех коробки есть темная тема здесь есть с коробки у нас огромное количество всякого предустановлено софта смотрите куча просто куча всяких каких-то игр так что стоит почистить и без того здесь много памяти а так еще быть больше что еще тут интересного юла сразу у нас коробки спорт мастер в общем-то делавери club всякого хлама просто куча но это даже радует есть тик ток есть максим такси одноклассники есть без проблем установлены и жесты управления здесь также есть настройках температурный режим также есть можете менять под себя температуру экрана чтобы глаза не болели все такое далее что у нас еще кстати рейфайзенбанк есть я им пользуюсь пожалуйста установлен тиньков банк открытия яндекс такси блин ну по сути по сути по софту здесь неплохо все есть даже fm радио потом если что пользуется ну-ка как тут его включать вот ну-ка получится у меня так ну не запускается видимо надо настроить или же скорее всего надо слушайте ну класс вообще удивили здесь не надо втыкать наушники вместо антенны прямо так вот радио запускайте пожалуйста и все играет динамика 1 естественно здесь не стерео звук в отличие от того же пока x 3 но достаточно тихо но это достаточно тихо но это радио это надо проверять хотя бы на ютюбе который здесь нет и надо как-то умудриться его поставить с коробки сразу алиэкспресс вконтакте в общем-то по софту в принципе пока жить можно единственное что меня смущает есть яндекс и несно что не смущает как сюда становитесь естественно мне надо ютюб как же ну а как я свой канал youtube ну можно еще попробовать установить яндекс эфир я там также есть так что если что переходите яндекс эфир мой канал там есть да там сейчас все яндекс эфире на самом деле итак перейдем в камеру сейчас посмотрим что мы имеем далее включить не знаю что тут разрешить всегда пофигу абсолютно посмотрим итак у нас по камерам еще раз 48 мегапикселей здесь апертура 2 и 4 это широкоугольный 8 мегапиксельный модуль апертура 1 и 8 у нас основной модуль и по 2 и 4 апертура два остальных макрообъектив и датчик изменения глубины по поводу передней камеры фронтальной это у нас датчика сейчас здесь появится информация что еще но не помню так видео видео у нас пишет я так понимаю full hd всего лишь есть hdr есть панорама макро профи есть профи есть режим это хорошего по настройкам переходим смотрим у нас соотношение сторон 4 к 3 полноэкранный а 16 на 9 что нет разве но это засада разрешение у нас видео 1080 рекомендуется 720 до 1080 60 кадров и не более 4к он не пишет частота кадров ну-ка посмотрим 30 fps всего да ладно full hd 30 кадров очень слабенько так я так понимаю что видеозапись у него это его главная проблема полный размер ну ладно абсолютно обновление может там будет 16 на 9 но пока вот либо полная либо 4 к 3 4 к 3 это конечно не устраивает посмотрим на возможности камеры что она себя представляет так автофокус срабатывает достаточно неплохо я попробую все же пальцем смотрим что получилось я смотрю камера неплохая очень даже неплохая ну-ка ну но но неплохо очень даже неплохо оценивайте качество фото сами как вам узор очень неплохо смотрится вот сам нож смотрите и вот что получилось достаточно неплохо 48 пикселей я так понимаю это отдельный режим я в принципе доволен фото возможностями но видео возможности абсолютно меня не радует ни в коем образе она еще конечно же есть портретный режим ночной режим диафрагма принципе принципе за свои деньги очень даже неплохо напоминаю что это все-таки бюджетник проблемы лишь гуглах и все самом деле неплохо и хороший дисплей и большой аккумулятор и nfc есть вопрос лишь только в гуглом хреновой пленки пожалуй еще который здесь приклеен хотя это плюс ладно хрен с ним не буду замахиваться гуглом конечно google сервисом но и возможности видеозаписи конечно full hd 30 кадров это очень мало ладно посмотрим по поводу обновлений может быть обновление прилетела и там все поменяется смотрим где тут обновляться системы обновления nokia переходим так обновление по текущая версия проверка доступно обновление давайте загрузим установим и там уже посмотрим может быть все поменяется пока я ставлю на паузу обновление установлено снова проходим камеру сейчас проверим настройки так полноэкранный ну и чё опять 4 к 3 один к одному и полноэкранный ну вот это честно вот вам честно говорю как есть мне это крайне не нравится мне надо 16 на 9 какого хрена происходит хуавей это еще один минус вам в карму то есть видеозапись у вас 30 кадров full hd всего-то да еще вот полноэкранный либо 4 к 3 ну как не серьезно это дело ладно проехали погнали дальше знакомимся с галерик что у нас тут ну очень похожее приложение на магазин вернее на play market так много всяких игр есть асфальт это уже хорошо можно поиграть поноситься так что у нас тут автору market альфа-банк смотрите-ка почта россии ну короче набор большой можно полазить поискать что-то либо за интересно я заметил что у меня там установлен зайцев можно даже приложение использовать музыку послужить опера в общем-то софт достаточно внушительный ладно youtube и я так понимаю здесь конечно же не будет глупый вопрос да но допустим яндекс эфир я яндекс браузер полин яндекс яндекс нет нет такой подсказки электрички фирм не надо неужели нет белый павел смотрите-ка не видно нет нету но как же так уже вроде все но слушайте вот это конечно серьезно хреново яндекс эфир бы поставили не было проблем с контентом тот же самый контент что сейчас находится в основном но процентов 80 70 наверно примерно что находится на youtube на ютюбе на самом уже есть на яндекс эфире в том числе и я там также расположен пожалуйста смотрите то же самое просто с некоторой задержкой по сравнению с ютюбом хреново почему яндекс говорят что все все сервисы яндекса есть а вот яндекс эфира нету вот есть только яндекс дзен и все яндекс дзен тоже можно конечно лазить там смотреть что-либо но не знаю яндекс эфир почему нет яндекс эфира я разочарован в очередной раз разочарован а еще из минусов я заметил сейчас только что оставил попробовал на зарядку поставить здесь нет индикатора событий в том же самом моем redmi note 9 pro моем пока x 3 есть индикатор событий он такой небольшой прямо устроен в сам динамик разговорный тем не менее да он под прямым углом только виден но я иногда его замечаю я вижу что мне пропущенный звонок особенно когда еду у меня смартфон лежит на тумбочке на кровати я выше его гораздо подхожу вижу пропущенный звонок или что там здесь этого нет в очередной раз это минус на мой лично взгляд ладно что там с контентом как же мне установить youtube сейчас буду думать смотреть что другие предлагают авито вот все есть блин все есть блин все есть да не все что полазил я полазила говорят что вот есть такой petal search он у вас предустановлен прямо с коробки переходим сюда и смотрите что здесь есть когда набираешь youtube 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 vr youtube кинс но это детский youtube в общем-то youtube music пока видимо пожалуйста это еще это еще получается творческая студия даже есть ничего себе ничего себе это просто какой-то счастье какой-то ну ладно попробуем главное перейти у меня что уже установлен этот youtube как спереди я шоу не устанавливал были мы перейти или этого браузера ну вот пожалуйста но в любом случае можно это установить так можно даже сюда аккаунт аккаунта нет войти можно войти в аккаунт нифига себе можно войти в аккаунт серьезно ладно я этого пока делать не буду перейти слушайте ну ладно окей так а можно это копировать загрузить открыть браузере то есть как 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 вам такое можно жить можно его выпало ну слушайте с google сервисами пока претензии снимается мною абсолютно снимается из поворотно что ну динамик достаточно громкий неплохо звучит а ну-ка перемотаем ну разве что не зов не хватает это сто процентов а так звонок вы по-любому не пропустите далее ну-ка что у нас тут с перевертыванием хрен поймешь что руки на все так растянуть так ну что-то не пойму допустим вот мы растягиваем я здесь кнопки видны как их убрать не получится на весь экран не получится потом разрешение как разрешение видео мне не изменить но это что-то мне не очень так настройки субтитры отключены а вот можно поменять пожалуйста 720 1080 меняем обычная скорость да все ну динамик неплохой мне нравится принципе дисплей хороший динамик хороший претензий нет вообще не нисколько учитывая его стоимость учитывая что здесь 128 гигабайт блин принципе получается неплохой смартфон есть костыли да но с ними можно бороться однозначно осталось разве что еще показать сканер щитка пальцев как действует слушать ну и сканер неплохо быстро еще раз так вот вам чтобы вы понимали что пожалуйста разблокировка по лицу есть сканер есть в принципе могу подвести итог первое ну очень сильно заляпывается хреновая пленка очень хреновый нам вам придется менять также сильно заляпывается его пластиковая сторона обратите внимание по дизайну он мне принципе нравится просветки тоже кому как вот касаемо что дизайна потом удобно лежит в руке очень хорошо фиксируется прям хорошо цепляется благодаря глянцевую пластику но будет сильно уж больно быстро царапаться имейте ввиду есть nfc хороший большой дисплей хороший большой аккумулятор это его естественно плюс что еще могу отнести к плюсам так это пожалуй принципе неплохую комплектацию это его пленка это наушники плюсом пожалуй еще отнесу его стоимость очень низкая стоимость там уже по ссылке в описании смотрите из минусов ну камера камера явно слабенькая фото возможности принципе очень даже неплохие вот видеозапись 30 кадров hd мне крайне не понравилось ну и пожалуй еще к минусам я отнесу конечно же отсутствие индикатора событий но и как-то звук мне не понравилось что по низам как-то слабоватенько в целом я его рекомендую покупайте не пожалеете по той цене которую я взял а если вы знаете что с ним происходит по поводу google сервисов вы вооружены вы знаете что берете поэтому принципе бюджетник хороший если вы рассматривали компанию huawei в покупке конкретно 2021 huawei пи смарт делите в принципе наверное вы не пожалеете хороший неплохой бюджетник ставьте лайк если видео было полезным обязательно подпишитесь на канал еще будет много интересных распаковок я надеюсь это видео было для вас полезным потому не пропускайте следующие обслуживание как же так запачкался то сильно хрен его протрешь зараза очень сильно нравится быстро очень 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 сильно все сша